Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Шопик, я руководитель лаборатории клиентского опыта и преподаватель курса по BI-аналитике VOTUS. BI-аналитик занимается анализом данных. Если серьезно, то BI-аналитик заставляет данные говорить, то есть работает с полным циклом от сбора данных и разработки оболочки, в котором производится непосредственно анализ, до их визуализации и интерпретации. И что самое важное, BI-аналитик помогает бизнесу принимать взвешенные решения на основе цифр, а не на основе чуйки. Я строил достаточно успешную карьеру сначала в продажах, потом и в маркетинге и очень быстро увидел ценность аналитики на одном достаточно простом примере. В отделе продаж, которым я когда-то руководил, была проблема. Постоянный и практически цикличный спад в продажах, причем которому просто так невозможно было дать объяснение. То есть вроде как клиенты есть и сезонности никакой нет. Объективных причин, почему это падение происходило, мы найти не могли. В один момент я решил что сделать. Я разложил наши там продажи за несколько лет по годам на один график и рядом построил другой график. В этом графике я отобразил количество заключенных договоров, точно также по годам, но которые еще не были оплачены. И что я увидел? Увидел то, что если у нас продажи падали, предположим, в июне, то количество выставленных договоров у нас начинало уменьшаться где-то с марта. И на этом основании мы какой смогли сделать вывод? То, что когда менеджер гонится только за продажами и он собирает какой-то большой пул клиентов, который начинает ему платить, он потихоньку, и это естественно, особенно когда с него спрашиваются только за выполнение плана продаж именно в деньгах, начинает немного забивать на выставление новых договоров и поиск клиентов. Соответственно, когда платежный цикл у старых клиентов заканчивается, новых клиентов уже брать неоткуда и вот происходило вот это вот падение продаж. Соответственно, понимая и этот процесс и полностью оцифрованный, собственно говоря, перед нами, мы смогли и перестроить мотивацию в компании и наши процессы, и более того, нивелировать вот этот спад и спад и в эту яму больше не попадали. Потом была работа в маркетинге. Поскольку в маркетинге я пришел из продаж, то я был всегда адептом маркетинга оцифрованного, маркетинга, которого можно было пощупать в реальных цифрах, в реальных продажах либо в реальных показателях. Но если, работая в продажах, это была база, допустим, клиентов из 1 тысячи, где Excel хватало более чем, чтобы найти какие-то закономерности и понять, что делать дальше, то маркетинг это был розничный, а это были сотни тысяч и даже миллионы клиентов, собранные в одном базе. И что самое страшное, эти данные-то были еще раскиданы по всему предприятию, в 1С, CRM, в кассовой системе и так далее и тому подобное. Тогда я познакомился и с BI-инструментами, которые позволяют данные собрать в одном месте, с данными поработать, интерпретировать и уже на основании этого делать маркетинг оцифрованным и понимать эффективность того-либо иного мероприятия, того-либо иного воздействия на базу. Наш курс рассчитан прежде всего для специалистов, которые хотят, во-первых, автоматизировать процесс работы с данными, во-вторых, научиться видеть за данными реальные решения для своего бизнеса. Аналитики отдела продаж, финансовые аналитики, экономисты, предположим, все они найдут много чего полезного в рамках этом курсе. Здорово, если у вас будет при этом хороший технический бэкграунд, понимание SQL, либо представление в реляционных базах данных, и важным также будет опыт работы внутри компании, потому что понимание IT-инфраструктуры компании, это также будет залогом успеха на курсе. Мы с вами пройдем полностью весь путь BI-аналитика, от подключения к источникам данных и сбора данных, разработки аналитического приложения, сверки данных, визуализации данных и интерпретации данных. Курс мы специально построили таким образом, чтобы вы смогли поработать со всеми тремя основными BI-инструментами. Это Qlik Sense, Tableau и Power BI. Основным инструментом будет все-таки Qlik, но наша задача не научить вас работать с конкретным инструментом, а дать в целом принципы работы с BI-инструментарием, чтобы вы могли работать абсолютно с любым из них, независимо от того, какой из этих инструментов будет вашей компанией. И что самое важное, эти навыки мы будем оттачивать на реальных кейсах, на реальных данных с реальных живых проектов. Квинтэссенцией нашего курса будет, естественно, выпускной проект. На его реализацию будет два варианта. Первый вариант, когда в рамках этого проекта вы будете решать ваши задачи на ваших данных, которые есть сейчас у вас в компании. Естественно, под присмотром и с помощью преподавателей курса. Если вдруг у вас нет таких задач, либо вы сейчас не работаете в какой-то компании, в любом случае мы вам предложим три датасета, три кейса, три разных задачи, которые нужно будет решить точно также с поддержкой преподавателей в рамках выпускного проекта. Формат занятий — это полуторачасовые вечерние вебинары. Вебинары проходят онлайн с живым общением и обязательной частью, отводящуюся на практику, чтобы вы могли не только слушать, но и что-то сделать своими руками. Естественно, будут домашние задания, которые позволят закрепить и усвоить полученный материал. А вечерний формат позволяет совместить обучение на курсе с основной учебой, либо с работой. На курсе будет достаточное количество домашних заданий, которые помогут вам закрепить полученные знания на практике. По каждому из домашних заданий вы обязательно получите оперативную обратную связь от наших преподавателей. Друзья, я буду рад видеть вас на нашем курсе. Я буду очень рад, если хороших аналитиков будет становиться больше. И давайте нести BI в массы вместе!